Вести Карачаева, Черкесия Черкесская городская клиническая больница Начала функционировать в штатном режиме С сохранением коек для оказания стационарной помощи ковидным больным Отделение для коронавирусных больных на 20 коек полностью изолировано от остальной больницы Соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для функционирования ковидного отделения внутри больницы Напомним, Черкесская городская клиническая больница являлась не только самым крупным ковид-госпиталем в республике На пике заболеваемости 350 коек Но и единственным в Карачаеве, который беспрерывно работает с начала пандемии То есть более двух лет За это время здесь успешно прошли лечения и были выписаны порядка 9 тысяч человек Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики Совместно с Фондом развития промышленности Карачаев-Чекеси Будут оказывать финансовую поддержку промышленным предприятиям региона В частности, будут предоставлять безвозмездные гранты На возмещение части затрат промышленных предприятий На уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств Размер финансовой поддержки составляет до 90% затрат предприятия На погашение процентов, но не более размера ключевой ставки Центрального банка России На дату уплаты процентов Всю необходимую информацию можно узнать в Фонде развития промышленности Который расположен по улице Калантаевского, 36 в Черкесске Жители Карачаев-Чекеси могут сами определить список территорий Которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве Для этого достаточно зайти на платформу загородсреда.ру И отдать голос за объект в рейтинговом голосовании Подробности у заместителя министра строительства и ЖКХ Зульфиры Батчаевой По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать из двух одну территорию Это либо аллея подаватора, либо лестничный спуск на Зеленый остров По городу Карачаевску отбираем дизайн-проект улицы Мира По городу Усть-Жигута будут выбираться из двух скверов один Либо по Морозово, либо по Первомайской Вот два сквера выставлены Тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса И в Медногорском детский парк по Парковой улице И также аллея по улице Бардина Очередной гуманитарный груз отправился для жителей ДНР и ЛНР Машина с 12 тоннами питьевой воды, а это более 2400 бутылок К объемам по 5 литров направилась из Зеленчукского района Гуманитарный груз предназначен жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины Такую помощь оказал житель села Маруха Зеленчукского района Ахмад Дадуев При организационной поддержке главы муниципального образования Ханафея Ижаева С 26 по 29 мая текущего года в гостином дворе Москвы Пройдет суперфинал конкурса «Лидеры России» Флагманского проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей» Крача Ачеркесию представит министр цифрового развития Валерий Медовый Он стал одним из победителей финала трека «Государственное управление» В Северокавказском федеральном округе Всего в этом четвертом сезоне прошло 14 финалов треков конкурса По итогам которых определены 300 суперфиналистов Это 126 победителей трека «Бизнес и промышленность» И 87 победителей трека «Государственное управление» Из всех 8 федеральных округов А также 37 лидеров трека «Информационные технологии» 18 лидеров трека «Наука» 14 победителей в «Культуре» 11 в здравоохранении И 7 победителей трека «Международный» Суперфиналисты получат образовательный грант В размере 1 миллиона рублей А в случае победы в суперфинале Также возможность поработать с выдающимися управленцами страны Председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации Председателем Совета Федерации Руководителем и заместителями руководителя администрации президента России Федеральными министрами, губернаторами и так далее Органами Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Одобрены выплаты на 4100 детей от 8 до 17 лет Информацию комментирует руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова В органы Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии за первые 10 дней мая поступило более 15 тысяч заявлений На сегодняшний день уже рассмотрено и одобрено порядка 2500 заявлений на более чем 4000 детей Этим семьям уже с 11 мая начали поступать первые выплаты сразу за 2 месяца, апрель-май 99% заявлений было направлено дистанционно через портал государственных услуг Еще 24 заявления поданы в многофункциональные центры и 53 в клиентские службы Пенсионного фонда Которые продолжали работать все праздничные выходные дни мая В регионе прошел республиканский форум «Дни карьеры» в Карачаево-Черкесии В рамках которого составился грантовый конкурс проектов Северокавказского федерального округа среди физических лиц Программа была насыщенная, она включала лекционные, тренинговые и досуговые мероприятия с участием экспертного сообщества А это три дня форума, две площадки и 63 участника Эксперты приняли защиту проектов самого разного направления от бизнеса и туризма до IT, искусства, кинематографии, кулинарии и патриотики По итогам конкурса грантовую поддержку от 100 до 400 тысяч рублей получат 18 представителей молодежи Карачаево-Черкесии Объемы отгрузки овощей из Карачаево-Черкесии выросли почти вдвое Сообщила старший государственный инспектор Северокавказского межорегионального управления Россельхознадзора Светлана Зорина В апреле с Северокавказским межорегиональным управлением Россельхознадзора Проконтролирована отгрузка более 5000 тонн свежих овощей из Карачаева-Черкесской республики Томаты, огурцы и баклажаны благодаря тепличному производству поставляются в регионы страны круглый год Однако в апреле отмечается рост объемов поставок почти в два раза Так, например, в марте из республики было отгружено 2769 тонн овощей Все партии перед отправкой проходят фитосанитарный контроль Отбираются опробы для исследования И только после получения результата фитосанитарной экспертизы на подкарантинную продукцию Оформляются карантинные сертификаты Мошеннические приложения Приложение Сбербанк Онлайн недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store В связи с ограничениями Мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских Напомним, все ранее установленные приложения продолжают работать Новые пользователи могут использовать веб-версию Сбербанк Онлайн Которая специально адаптирована для мобильных устройств В то же время для пользователей на платформе Андроид Есть возможность установить приложение Но только с официального сайта Сбербанка В зарубежных магазинах приложение оно недоступно Официальное приложение Сбербанк Онлайн На фоне блокирующих санкций западных стран С 12 апреля недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store и Google Play Быть бдительными к населению обращается и региональное министерство внутренних дел Мошенники придумали новый способ обмана Преступники делают рассылку в мессенджерах от имени популярных торговых площадок в сети интернет Обещая выгодные предложения в виде крупных скидок на товары В сообщениях предлагается перейти по ссылке, чего категорически делать нельзя Данная ссылка переводят на сторонний сайт, созданный мошенниками И очень схожий с настоящей легальной торговой площадкой Карачаево-Черкесия стала одним из 22 регионов России Где в нынешнем году на базе ДОСАВ начнет работу круглогодичный центр Военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Здесь будут проходить пятидневные учебные сборы Участники которых будут познавать основы военной службы А именно тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки И правила радиационной, химической и биологической защиты В административно-учебном корпусе будут жилые модули на 60 курсантов Столовая, медицинско-бытовой и спортивные комплексы Ожидается, что к учебным сборам будут привлекаться старшеклассники А также учащиеся колледжи и профтехучилищ Рассказывает министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям Это военно-патриотическое воспитание, конечно же Затем, помимо этого, это подготовка к военной службе Также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества Также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе И целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаева Черкесии Рашидом Борисовичем Тем резом, это минимум 900 человек в год Это школьники Карачаева Черкесской Республики 9-10 классов Чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» На территории Карачаевской Республики именно с точки зрения школьника Механизм следующий Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаевской Республики Направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард» Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс Учитель информатики средней общеобразовательной школы номер один станицы Зеленчукской Кульзина-Ченкаева Стала призером заключительного этапа второй Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей информатики про IT Мероприятие проходило в Москве в эти дни В финале принимали участие 59 победителей оригинального этапа из 58 субъектов Российской Федерации В дистанционном этапе олимпиады свои профессиональные компетенции проверили почти 4000 учителей информатики со всей страны Масштабная генеральная уборка прошла в Усть-Джигутинском районе По инициативе Министерства природных ресурсов и экологии в период с апреля по ноябрь текущего года Пройдут мероприятия по уборке территорий населенных пунктов в муниципальных районах и городских округах Старты экологическому марафону генеральная уборка в прошлом месяце дали в Адыгихабрском и Ногайском муниципальных образованиях В этот раз в Усть-Джигутинском районе на очистку берегов вышли сотрудники администрации, трудовые коллективы и жители населенных пунктов В конце мая генеральная уборка пройдет в Зеленчукском муниципальном образовании В Центре образования номер 11 Черкеска состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной нахождению в годы Великой Отечественной войны в этом учреждении Эвакогоспиталя номер 3189 Он действовал с 5 августа 1941 по 9 июля 1942 года В это время начальником был военный врач 2-го ранга Михаил Шишков В эвакуационном госпитале оказывалась медицинская помощь, здесь лечили раненых и больных В годы Великой Отечественной войны Эвакогоспитали разворачивались в составе госпитальной базы фронта, тыла, иногда и армии В Карачаево-Черкесии прошел Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа» в рамках празднования столетия со дня образования республики В мероприятии приняли участие около 500 человек из разных уголков нашей огромной России и не только Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Капризинобалкарии, Адыгеи, Северной Осетии, Ростовской области, Карачаево-Черкесии, а также Абхазии и Южной Осетии Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла В горах местами плюс 7-12 и выше 3000 метров лавина опасна В Черкесии слабый дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 19 градусов выше 0 Таковы наиболее заметные события Республики, информационный выпуск провела Рита Нерова Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия